итак дорогие друзья кофеманы всем привет сегодня конечно не всем будет полезна эта информация но многим я думаю полезно вкратце скажу что я достаточно давно не пил кофе ну по состоянию здоровья уж врачи так приказали так вот друзья очень многие люди тоже мало что знают насчет кофе сегодня вам расскажу по поводу кофе я не эксперт конечно но возможно мои новые знания помогут некоторым людям для себя что-то новое открыть а именно кофе и кофе я сегодня расскажу вам про кофе наловаться на молотый натуральный кофе и вот здесь вот у меня пришел в коробочке с озона не реклама это так ну потому что вы увидите сами что это зон в общем должны быть две упаковки подпрыгнула камера должны быть две упаковки давайте будем смотреть скрывать берем но мой ножичек ссылочка на мой ножичек вот здесь вот здесь я не знаю до сих пор где и открываем таким легким способом а теперь смотрим и так друзья мои я еще не все полностью до открывал открываем с этой стороны ну и с этой стороны все очень просто все очень быстро вскрываем коробочку и у нас здесь вот в таком виде приходят вот таком виде приходят эти коробочки давайте вытаскиваем не смотрим что это у нас за кофе и кофе у нас как мы видим как то он так вот непонятно в общем сильно спрессованный это у нас ребят кофе ловаться ловаться целоваться ну или если я неправильно говорю ну в общем сделайте мне замечание что хочу сказать именно поэтому кофе ребят это кофе без кофеина он создан то есть этот кофе полезен вернее можно пить спокойно гипертоника ну вот как коим отношусь я откровенно говоря у меня повышенное давление очень часто мне нельзя просто пить кофе потому что он ну собственно говоря поднимает артериальное давление исходя из этого я нашел для себя возможно решение проблемы в виде декофенированного кофе декофеинового нет кофеин да да сейчас приду сейчас посмотрим как это пишется по в общем пишется что без кофеина и так ребят срок годности у него 17 720 дней значит бренд ловаться изготовитель страна получается италия он действительно без кофеина но насколько я понимаю я вот на самом деле так и не добился каким способом этот кофеин был убран из самих зерен кофе но мне кажется что именно этот если я опять же ошибаюсь ребят подскажите мне в комментариях он водным способом убирается и это самый такой зеленый способ скажем так не вредный для человека то есть не остается никаких там химических препаратов химических веществ в общем как то так дальше что у него содержание арабики 60 процентов он вообще из арабики и робусты ну соответственно если об арабики 60 процентов то рабуста у нас получается 40 процентов как вы знаете это у нас сорт кофе арабика и робуста здесь кофе молотый и для меня самое интересное все таки как люди говорят что надо уточнять следующие моменты а конкретно это срок годности то есть кофе может быть старый и это может быть нехорошо сказываться к сожалению я не знаю где здесь искать сейчас я поищу и так ребят продолжение вот смотрите здесь внизу написано значит сделан он 18 12 20 и он годен принципе до 30 11 22 то есть по большому счету это хорошо и здесь еще хочу сказать интенсивный вот здесь вот написано три из десяти это интенсивность то есть вкус мягкий ребят в общем здесь еще также написано рисована видите три ярлычка это капельная по моему гейзерная и заваривать можно просто но я буду через рожковую кофемолку это все делать кофеварку ну и что у нас еще на на все ребят выглядит конечно они как будто они сто лет уже лежали где-то вот но не знаю будем смотреть кофеварка мне еще не пришла только сегодня курьер должен принести а кофе уже здесь в общем ребят если у вас проблемы со здоровьем будьте добры попробуйте д кофе новой кофе для меня лично это был открытие да лично для меня это было открытие ну и собственно говоря на этом давайте уже будем заканчивать все спасибо что посмотрели пейте кофе получать удовольствие пока пока